Всем большой привет! Собираемся с Алиной на выступление. У них сегодня, она же на танцевальный кружок ходит, у них сегодня будет выступление в каком-то... Я не знаю, как это точно место называется. В общем, конкурс будет среди разных танцевальных кружков. Наверное, Алининого возраста, я точно не знаю. Честно говоря, я ехать не хотела, я болею. Получается, четвертый день, у меня два дня вообще кошмар был. Я лежала с ужасным жаром, очень мне было плохо. Сейчас уже получше, но мне кажется, это у меня ангина, потому что очень сильно болит горло от слабости до сих пор. Но Алина невероятно хочет выступить, поэтому едем. Надеюсь, успеем. Нам полтора часа сейчас быть в дороге, это ужас. Надо ей сделать две гульки, которые я делать не умею. Я сейчас хвосты сделаю. Сначала хвосты сделаю, да. Поэтому сейчас будем пытаться, Алина, но мне кажется, у меня ничего не получится. Полтора часа нам сейчас быть в дороге, это ужас. Это на краю города находится, даже, мне кажется, немножко за городом как будто. Все ради тебя, Алина. Я очень плохо себя чувствую, кружится голова, слабость. Температуры нет уже, вчера тоже температуры уже не было. Но два дня я просто, я в таком состоянии была. Помните, я вам говорила, я болела в декабре, в конце декабря. И вот то же самое, я думаю, у меня обычно очень редко такое, я думала, что все, следующая моя болезнь будет через год. И вот я опять резко заболела. Тут вот, фу, дети нормально себя чувствуют. Где я подхватила вирус, я не знаю. В общем, Алина, я не знаю, мне кажется, все криво получится. Как эти гульки делаются? У меня с прическами, вы знаете, беда. Мне кто-то говорит, Алина, ну посмотри в интернете, на ютюбе. И я не знаю, я смотрю, у меня, я видела видео разные, пыталась, у меня все равно выходит неаккуратно. В общем, прически это не мое. Поэтому мы с Алиной любим распущенные волосы, да, Алина? Я люблю распущенные волосы. Зачем что-то с ними делать? Тем более это, ну и Алинки идут, у нее красивые прямые волосы. Поэтому мы чаще всего просто, я и спереди, вы знаете, убираю и все. Мама больно. Алина, ну уж извинни, красота требует жертв. Неа. Как же я ехать не хотела. Я думала, что я сегодня уже лучше себя буду чувствовать, потому что вчера у меня прям вечером столько энергии было, я там прибиралась. И все равно вот с утра у меня слабость. Надеюсь, сейчас нормально будет. К обеду. Я не знаю, во сколько у них мероприятия, нам надо в 10.30 быть уже там. Пока, наверное, их переоденут и так далее. Поэтому думаю, что мероприятие, наверное, ближе к 12. Возьму книжки свои, буду сидеть читать, Алин. Ждать вас. Так, вот, два хвоста я сделала. Теперь, я покупала вот такие штучки. Не знаю, где чё. Вот. Вряд ли. Вот так. Так. Ничего себе не получится. Да вы не емли тоже, кажется. Алин, не шатайся. Не знаю. Как уж знаете, как умею. Ну что? Красиво? Да. Сейчас я чуть-чуть доделаю, чтобы они не распустились. Еще надо блестками, но это я уже там сделаю, в дороге. Вот так блестки прямо, Алин. Она сказала. Красиво? Да. Супер? Да. Все, классно? Мне тоже нравится удивительно. Что-то у меня получилось. Я бы, конечно, побольше шпилек взяла, но у меня больше нет шпилек. Все, довольны? Да. Станин так снимать. И мышонок. Ой, это она на балерину похожа немножко. Сделай мышонку тоже прическу. Подожди, быстрей. На балерину похожа. Все, давайте завтракать быстро сейчас. А, ну, сначала должна ты сделать мышонку. Все, прическа сделала мышонку. Красавица, ну супер. Еще блесток мы сейчас есть, делаем макияж в дороге. Губы надо будет накрасить. Треснички, она сказала, накрасить. И блестки еще на волосы, Алин. Давайте мы прийти. Класс, супер. Ну что, у меня получилось за 5 минут. Посмотри на меня. Машенька тоже пойдет. Ты такая хорошенькая. Ну что, приятного аппетита. Кстати, как вам новые цветочки? Это Саша мне в пятницу принес. У него уже традиция. По пятницам мне цветы. Кстати, те тюльпаны ровно неделю розовые простояли. Эти, думаю, тоже неделю простоят. Хотя я смотрю, вот эти листики почему-то опускаются. Те так не опускались, не знаю. Ну, надеюсь, сами бутоны долго будут стоять. Единственное, Алина, мне не нравятся вот эти твои татуировки. Ничего страшного, что они у тебя? Посмотри, покажи. Очень их много. Выступать с ними нормально. Ир, здесь рука. Ну ладно, я надеюсь, там не видно будет издалека. Вся татуировка. Я не выходила из дома 4 дня. Хоть свежий воздух. Мама, смотри, у нас это на шоруке. Смотри, сначала я Елена, она первая. А когда мы будем уходить, то я первая. Алинка так хотела выступать на сцене. Им там медальки даже подарят. Ну что, мы приехали к метро. Посмотрите, какой интересный вход. Мы тут ни разу не были. Да, такое интересное, старинное прям. Так, спускаемся вниз. Пошли-то вниз, Алина. Ну что, нам 15 минут. Сейчас на метро. На С-бане. И будем уже на месте. Мы, оказывается, даже раньше приедем на минут 20. Алин, самые первые. Давайте реснички докрашу. Ну, единственное, у нас не очень ровно будет. Покажи, закрой глаза, Алин. Эти блестки, видите, неровно я нанесла, потому что нету у меня... Как это называется? Кисточка специальная. У меня вот такие... Сейчас вам покажу блестки. Заказывала на Амазоне вот давно. Да, вне. Для сценического макияжа, да. А кисточки не было в коллекте. А рукой вообще не наносится. Нет. Ну ладно. Поэтому неравномерно, конечно. Понять. Реснички сейчас докрасим. И губы тебе, да, котен? И все, и ты готова. А, смотри, ракета и мышка. Лин. Вроде взрослая девочка такая. Мы едем сейчас в зону Цэта. Вообще самый край города. Даже немножко за город, мне кажется. Мы тут вообще не бывали в этом районе. И никого нету толком. Не то, потому что сейчас воскресенье. Все отсыпаются в 10 утра. Вообще, видите, непонятные тут какие-то промзоны. А вот люди живут. Это не огородики. Это жилые дома. Какие-то прям... Не знаю, кто тут живет возле поездов. Ну что, мы с Алиной доехали. Тут такой район, конечно. Это уже за краем города. Просто леса, какие-то промзоны. Я вообще не знаю, зачем, почему тут устраивают вот это мероприятие. Мы сейчас идем через такой мини какой-то лесочек. Летом, наверное, тут симпатично, да. Все зеленое вокруг. Но сейчас жутковато. Вот я о том, что зимой неинтересно гулять, потому что вокруг вот это все. Если бы было темно, мне кажется, жутковато было бы тут идти. Вообще некрасиво. Надеюсь, мы идем правильно. У нас тут Мишка кослолапый. Полис. Полис уйдет, собирает шишки и кладет в карман. Кстати, а сюда мы свернули. Это, кому интересно, район Бернау, что ли, как-то так называют. А тут уже симпатичные такие домики. Вот здесь спортзал, кафе. Очень даже уютно. Прошли небольшую промзону, и тут прямо уже такой, знаете, милый райончик. Вот такие здания. Это такая, знаете, чисто классическая немецкая застройка. Ты тут хочешь жить? Али, не знаю. Край города. Что тут есть вообще? Тут, наверное, суперспокойно, супертихо. Ну, может, это и хорошо. Ну что, мы приехали. Вон, Наташа занимается с девчонкой из Олининой группы. Мы сейчас не надо. Видишь, как она красивая? Ну что, Алинка переоделась. Посмотрите на нее. Вот такая она у нас, мышка. Повернись, Алин, спиной, покажись. Не знаю, получится мне там снимать, Алин, нормально. Столько народу. Пошли? Та-я. Он великолеподок. controlим. С Ign surprising le О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да-о-оо-о-о-о-оо-о-оо-о. Да-о-о-о-о-о-о-о-о-о-оо-о-о… В общем, остался буквально один танец, и мы пойдем далее. Сейчас шпручат нам грамоты, поедем. Ну что, мы едем домой наконец-то. Представляете, мы приехали в 10 часов утра, сейчас на часах 3 часа. Наш эсбан будет в 3.20 только отсюда, или в 3.25, потому что это край города, здесь редко ходят поезда. И мы дома будем только в 5 с лишним. Вы представляете, в воскресенье мы с 10 утра, а выехали-то мы в 9, с 9 утра до 5 вечера. Мы в разъездах из-за одного танца Алины. Я считаю, что это неблагодарное дело. Алин, тебе понравилось выступать в целом? В общем, я ее, честно говоря, вожу на танцы не ради выступления, а просто ради здоровья, ради пластики, гимнастики. Поэтому будем просто ходить на танцы, но от выступлений я, наверное, буду отказываться, потому что, я вам говорила, у нас единственный день в неделю, воскресенье, выходной. Вот сегодня, воскресенье, мы целый день потратили на то, чтобы просто выступить. Там, конечно, очень много танцевальных групп, еще продолжается все. Ну, не знаю, где ты там. Алин, ты расскажи, как тебе выступление? Нормально. Поедешь еще? Нет. Устала ждать, да? Очень долго именно вот это ожидание. Вот я бы хотела смотреть мой дом, и рядышком это была эта сцена. Пусть едут. Да, нам теперь полтора часа, сейчас ехать обратно. Пусть едут все далеко, но это главное, чтобы у нас были. Вот они выступления. Так всегда, когда выступают. Очень много выступало. Номеров с разных школ танцевальных, и мы уехали, там еще продолжают выступать. У меня сейчас, знаете, ностальгия по русским просторам. Я очень часто тоже так, знаете, стояла, ждала электрички, и вокруг меня тоже поля такие же в Подмосковье были, когда... Ну, я когда-то снимала влоги, вы видели. То же самое, похожая платформа, поле впереди. И хотя мы сейчас, вы представляете, в Берлине, мы просто на самом краю Берлина, и тут тоже как будто находишься за городом. Вот ждем наш поезд. Это S-Bahn, это наземное метро по-русски. Вот, и буквально нам 15 минут до центра сейчас ехать. Алинка все не расстается со своей грамотой, говорит, приду, сразу покажу марку и мою медаль тяжеленную. Веселые мышки, у них танец назывался. Второе место. Ну что, довольна выступила, твое первое выступление, Алин? Недовольна. Почему? Потому что долго ждать, да? Алина недовольна, что у нее второе место. Ну что, Алин, бывает. Самое главное, что не последнее место. В принципе, неплохо. Фестиваль. А видишь, Алин, тут даже еще поют на этих... А это именно дэнс был. 17-19 февраля, то есть вчера, позавчера тоже шли какие-то, Алин, выступления. Возможно, не танцы были, а, например, пение. Так что? Я пойду на пение. На пение? Алин, грязно. У тебя от ваты все лицо грязное. Ты же вроде мыла. Так, ну... Живачка! У меня есть живачка. Ну-ка, спой свою Wednesday. Дэнс, 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 дэнс. Митмен, хэнс, хэнс, хэнс. Приготовила детям борщ. Я вам говорила, что они очень любят или борщ, или сырный суп. И на третьем месте у нас куриная лапша. Но вот борщ больше всего обожают. Так вот, знаете, что я стала добавлять для красноты борща? Лимонный сок. Но не в суп, а в зажарку. Когда я обжариваю овощи, в самом конце добавляю где-то, наверное, ну, чуть больше чайной ложки лимонного сока. Просто выдавливаю лимонную дольку. И благодаря этому борщ остается более красный, нежели без него. Потому что обычно свекла вываривается, и борщ становится такой более желтоватого оттенка. Плюс у меня, я вам говорила, я использую вареную свеклу, потому что у нас тут очень сложно в немецких магазинах сырую найти. Но даже для вареной свеклы, в принципе, я считаю, что суп достаточно красный. Вообще, по-хорошему, зажарку надо класть, наверное, в конце, чтобы свекла не вываривалась и красный оттенок оставался. Но я где-то в середине кладу, чтобы овощи отдали весь свой вкус, чтобы более насыщенный был вкус овощей супе. Я на 23 февраля решила приготовить тарталетки. В принципе, это все очень схоже с тем тортом, который я готовлю. Мой любимый рецепт, который я уже вам тысячу раз показывала. В этот раз решила сделать не торт, а купила вот такие тарталетки из песочного теста. И тот же самый крем буду использовать. Я еще раз могу вам рецепт крема написать. Этот крем вообще универсальный. Он и в тирамису подойдет, и вот в такие тарталетки, и для бисквитного торта. В общем, универсальный крем. Здесь маскарпоне, взбитые сливки и сахарная пудра, немножко ванильного сахара. Вот такой крем получается. Самый-самый вкусный и самый любимый нами крем. Многие мои зрители его тоже уже пробовали готовить. Всем он понравился. Так что прям рекомендую его, где только можно используйте. С ним беспроигрышный вариант десерта получается. Так вот, тарталетки готовы. Конечно, в идеале я бы хотела более глубокие найти, но не нашла, поэтому, ну, хоть такие. Просто выкладываем крем. У меня, к сожалению, нет шприца, поэтому я так выложу кое-как, просто ложкой. Ну, или можно в пакет, и из пакета, да, выдавливать, как шприцом. И сверху выкладываем ягоды. К сожалению, клубники не нашла. У меня просто будет малина и голубика. И убираем в холодильник пропитываться, ну, желательно на ночь. Чем больше, тем лучше, тогда песочное тесто станет мягкое. Потому что сейчас оно твердое, как печенье. Поэтому убираем на подольше. Очень простой десерт и очень вкусный. Я уже как-то готовила. Так что сейчас быстренько сделаю, буквально за 5 минут, и убираем в холодильник пропитываться. Ну что, вот такие тарталетки у меня получились для Саши и Марка. Мне кажется, что в целом симпатичные. Ну, конечно, не идеально, но упаковки вот так. Если бы у меня клубника была, например, ежевика, поинтереснее бы смотрелось. Но в целом самое главное, что это невероятно вкусно. Свежие ягоды, вот этот сливочный крем и песочное печенье, которое из-за крема размягчится и будет идеальное пирожное. Так что берите на заметку 5 минут приготовления. Ну и, конечно, пропитаться нужно дать время. То есть не получается так, что приготовила за 5 минут и сразу подавать к столу. Нужно подождать немножко. Так что убираю в холодильник пропитываться. И попозже будем пить чай. Я не знаю, как поставить камеру. Вот вроде нормально. У меня сломался штатив маленький такой, переносной. И невозможно снимать нормально. Например, в ванной или на кухне надо будет на Амазоне заказать. Я хотела с вами посоветоваться по поводу краски для волос. Я сейчас вечером уже готовлюсь ко сну. Ну, хотела вам вообще показать свой оттенок. Хотя, в принципе, тут цвет не очень хороший. У меня при разном освещении разный цвет волос. Вот сейчас тут цвет яркий. Он немножко высвечивает волосы. И он кажется вообще в какой-то выржену как будто. Это мой натуральный цвет волос. Я вам говорила, я никогда не красила волосы. Я все время боялась их испортить. Потому что они у меня сами по себе кудрявые, сухие, пористые. Кудрявые волосы, они все такие, знаете, суховатые, пористые. И мало того, что я никакими утюжками не пользуюсь. Меня многие спрашивают, почему не выпрямляют девчонки. Потому что они и так у меня супер сухие, супер пористые. Если утюжком пользоваться, то я не знаю вообще во что у меня, в какую мочалку волосы превратятся. Я все время боялась красок. Боялась, что волосы будут в ужасном состоянии. Поэтому пока у меня седых волос было немного, я оттягивала момент покраски. Напоминаю, мне 34 года. Где-то год назад начали прям активно лезть седые волосы. И вот я сейчас смотрю. Да, то есть уже, конечно, пора. То есть уже где-то тут вот седые начинают появляться. Периодически даже длинные я где-то здесь нахожу. И я пока их что-то выщипываю, что-то отрезаю. Но понимаю, что надо уже красить. Помимо этого, меня просто не устраивает мой цвет волос. Он такой, знаете, не супер какой-то насыщенный. Такой темно-русый, да, наверное, получается. Я хочу, я давно мечтаю о шоколадном, красивом цвете волос. И я думаю, как мне поступить. Или пойти в салон к стилисту, колористу. Мне вот девчонки советуют, да, не надо самой красить, сходи к стилисту. Но опять-таки я не очень понимаю, зачем мне колорист, если я просто хочу однотонный цвет. А мне кажется, к колористу идут, когда какое-то сложное окрашивание. Там сложный блонд, например, да. Где очень легко дома напортачить. И отдавать, там, не знаю, сколько стоит в Германии, в Берлине колорист. Мне кажется, на мою длину волос это минимум, там, сто с лишним евро будет окраска стоить. И я не очень понимаю, зачем, если мне просто однотонный цвет нужен. Так вот, сейчас вам покажу, что я купила. Я купила краску, я купила тонер, или как он называется, для волос. Так вот, давайте с краски начнем. Хотела с вами посоветовать. В общем, психанула в магазине, решила выбрать. Просто по цвету мне понравился. Вот такой вот цвет я хочу. Такой темно-шоколадный, темно-коричневый оттенок. Он, видите, будет, ну, прилично отличаться от моего, да. То есть такой насыщенный, красивый, шоколадный цвет. Это краска для волос, то есть это не какой-то неоттеночный бальзам, неоттеночный шампунь. Она не смывается с длины, то есть будут у меня корни, и надо будет уже постоянно красить. То есть здесь ничего нельзя уже будет вернуть. Если, например, какую-то тонировку выбрать, она потихонечку, там, за пару месяцев, наверное, да, слетает с волос. Здесь нет, просто будет у меня длина одинаковая по цвету, и корни будут отрастать. Надо будет постоянно думать, что делать с корнями. Напишите, девчонки, кто красил волосы из приблизительно такого цвета, вот в такой, насколько сильно видны корни, как часто нужно будет потом подкрашивать. Потому что если каждый месяц красить волосы, я очень боюсь, что с ними у меня вообще станет. Хотя в целом не сильно, да, я не в блондинку перекрашиваюсь, просто на пару томов темнее. По сути, это не должно быть как-то супер вредно для волос, но я надеюсь. То есть выбрала именно эту, мне понравилось то, что без аммиака, какие-то там масла, маска в комплекте. Ну и она была одна из самых дорогих в магазине, где-то в районе 500 рублей, в русске где-то 6-57 евро, как-то так. Это, конечно, не профессиональная краска, самая обычная. Я тут смотрела видео Ковковый Кэт, блогер, мне очень ее волосы нравятся, она показывала, как она дома сама красит волосы. Но у нее краски Матрикс, Велла, это профессиональные краски, но она как-то там намешивает, знаете, капельку фиолетового, капельку того-того. И я боюсь, что, ну я точно с этим не справлюсь, поэтому для меня самый простой вариант это что-то такое. Смешал все по инструкции и покрасил. Сашу попрошу или Алену, она приедет покрасить, не знаю. В общем, думаю, напишите. Я думаю, что в целом многие красят подобными красками и все отлично. Чего я боюсь, я не знаю. Ну вот, наверное, в первый раз всегда страшно. Следующее я купила от Сьеса вот такой, я не знаю, как это называется, тоник. В общем, маска тонирующая, наверное. Написано, что нужно ее на волосах держать полчаса и цвет волос должен получиться, ну вот, что-то между вот этими. Более насыщенный, чем у меня. Написано, что смывается до 8, выдерживает до 8 помывок волос. Помните, я вам как-то показывала, я покупала вот эту тонировку для волос. Ну, она за неделю смывается. Да, немножко волосы стали более равномерные по оттенку, блестящие. Очень блеск, кстати, вот эта штука классно дала. Но возни больше, чем эффекта. Вот реально, надо в перчатках наносить, ждать там минут 10-15. Потом ванная вся в коричневых разводах, в разводах надо мыть. А держится буквально пару помывок. Хотя тут написано до 6 помывок. У меня быстро она смылась, я волосы мою где-то 2-3 раза в неделю. Так вот, последняя надежда. Взяла Циос, хотя я смотрю, вроде бы одинаковый производитель. Это вроде бы Хенкель, если я не ошибаюсь. Да, производитель одинаковый. И мне кажется, что плюс-минус они одинаковые. И по цене тоже. В районе 5 евро, что ли, стоили. Где-то 4-5 евро. Это в русский где-то рублей около 400. 350-400 рублей. В России, кстати, тоже такие есть. Вот я планирую, наверное, завтра покраситься. И потом вам расскажу, стоит ли, как быстро смывается, насколько мне понравится. Полчаса держать. То есть, если вот этот надо было держать до 10 минут. Там даже 5 написано, но я минут 10 держала. То здесь написано полчаса. То есть, я надеюсь, за полчаса реально покрасит хорошо стойко волосы. Но посмотрим. Начну я все-таки с тонировки. Последний шанс. И если будет быстро смываться, надо будет что-то решать с краской. Для волос. Или пойду все-таки к профессионалу. Пусть мне подберут цвет, покрасят первый раз. А дальше, может быть, как-то сама научу. Так что буду что-то делать со своими волосами. Надеюсь, что-то нормальное получится. На сегодня буду с вами прощаться. Сейчас приму душ. Пойдем сейчас Алинки почитаем перед сном. Буду их вкладывать. Я сейчас снимаю для вас видео о своем питании. Говорю, снимаю, потому что сегодня сняла. Но боюсь, что нужно будет переснимать. Потому что у Саши было совещание. И он мешал мне. Его было слышно в кадре. Поэтому я боюсь, что надо будет переснимать. Я вам говорила, я всегда за зиму немножко поправляюсь. И мне нужно пару килограмм сбросить. Я сейчас уже несколько недель держу себя в руках. Поблажек себе стараюсь особо не давать. Расскажу вам о своем питании. Об интервальном питании. Плюс поделюсь с вами своими фишками в питании. Чего я придерживаюсь. Так что такое видео ждите. Пора себя приводить в форму. Я тут месяц назад пыталась примерить свои джинсы. Наверное, у каждого есть такие джинсы. По которым вы определяете, насколько вы поправились. Так вот, я их не могла. Я их застегнула. Но мне дышать тяжело было. Сейчас примерила. И в целом уже хорошо. Уже прям чуть свободненько. Но еще чуть-чуть в районе бедер я чувствую, что капельку сковывает движение. То есть килограмма два мне всего лишь сбросить. В целом я очень сильно не похудею. Потому что худеть некуда. Но вот у меня в районе животика, в районе бедер есть парочка лишних килограмм. Расскажу вам о своем питании. И Саша у меня тоже на интервальном. Он сбросил около 10 килограмм. Я считаю, что в принципе неплохой результат. Хотя если бы он постарался и придерживался некоторых фишек, которые я ему советовала, он бы еще больше сбросил. Но вот он не хочет. Ладно, на сегодня прощаюсь с вами. Надеюсь, этот влог вам понравился. Жду ваши советы по поводу покраски. Стоит ли идти мне к колористу с обычным шоколадным цветом? Не знаю. Или попробовать самой и ничего страшного в этом нет. Мне кажется, что в принципе с такой краской, именно с шоколадным цветом напортачить сложно. Понимаю, если бы я какой-нибудь блонд хотела или какой-то сложный оттенок. Жду ваши лайки, комментарии. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok